Каждый из нас, если посмотрит вокруг, сможет увидеть этих героев в своем окружении, для которых помогать людям – это не профессия, а образ жизни. Эти люди всегда на передовой, спасая чьи-то жизни и протягивая руку помощи нуждающимся. И лучшая награда для них по-прежнему остаётся человеческое спасибо. Среди таких уникальных людей – участковый инспектор Ерлан Жанабаев, имеющий за плечами 17 лет стажа работы в столичной полиции. Только в уходящем году за ним числится уже три геройских поступка. Первый случай произошёл с ним в начале февраля текущего года, когда, выполняя плановый обход своего административного участка, заметил над строением общежития по улице Уорлы-Коль густой дым. Забежав в здание, он принялся эвакуировать людей, среди которых были пожилые и дети. Второй случай тоже произошёл в общежитии, но по улице Дуке-Нулы. Тогда полицейский спас двух малолетних детей – трёхлетнюю девочку и годовалого ребёнка, которые остались одни дома запертые, когда захлопнулась дверь. Рассерянная мать обратилась в ближайший пункт полиции. Участковый Ерлан Жанабаев, услышав о произошедшем, незамедлительно бросился на помощь. Через окно четвёртого этажа ему удалось спуститься в комнату на третьем этаже, где находились дети, и открыть дверь. Можно сказать, никто не знал это. Потом из социальных сетей кто-то выразил благодарность. Инстаграм, что ли, насколько я помню, кто-то там. Действительно, люди были благодарны ему. Действительно, оказался в самое нужное время. И хорошо, что на его смену это получилось, что действительно быстро отреагировал молниеносно. Такие сотрудники нужны показывать обществу, показывать нашему новому поколению, чтобы они видели, что действительно такие сотрудники у нас работают. Третий случай произошёл 30 ноября посреди дня в том же общежитии по улице Дуке-Нулы, где в одной из комнат произошло возгорание. Первым на месте происшествия оказался участковый инспектор Ерлан Жанабаев. Уже вместе с сотрудником ДЧС они вынесли на улицу мужчину без сознания. Полицейский, не раздумывая, оказал ему первую помощь, после чего пострадавший начал дышать, и его увезла прибывшая карета скорой помощи. Когда взломали железную дверь, я увидел лежащего без сознания человека и сразу ринулся в помещение. В голове стучала только одна мысль – быстрее вытащить его из горящей комнаты и оказать первую помощь. Всё остальное уже не имело значения. Благодаря своевременной эвакуации из 80 жильцов больше никто не пострадал. «В день пожара я была дома с двумя детьми. Но ни дыма, ни гари мы не почувствовали. В дверь постучали соседи вместе с участковым инспектором Ерланом. Они сказали быстрее одеваться и выходить на улицу, так как горела соседняя комната. В коридоре уже стоял густой дым. Пока я одела детей, выходить через дверь уже было поздно. Хорошо подоспели пожарные и через окно спустили нас по пожарной лестнице. Изгоревшие комнаты чуть позже ещё вынесли газовый баллон. Хорошо, что он не взорвался. Я вообще благодарна участковому Ерлану, что смог всех нас предупредить, и пожарным, что спасли нас. Мы позже в соцсетях видели, что Ерлан ещё спас человека из сгоревшей комнаты и сделал ему искусственное дыхание. Я считаю, что это героический поступок. Не каждый сможет это сделать». «Я с двумя детьми тоже во время пожара была дома. Мы остались живы благодаря соседям и нашему участковому Ерлану, который вовремя всех предупредили и слаженно сработали. Он вообще хороший участковый, постоянно помогает, всё держит под контролем». В народе говорят, преодоление страха – это и есть героизм. А страх, как мы знаем, бывает разным. Но, несомненно, одно – каждый поступок, который отличается решительностью, отвагой и самоотверженностью, достойен уважения. Именно поэтому жители участка прозвали его героем. Но сам Ерлан не считает себя таковым. Он с детства мечтал быть полицейским и гордо отмечает, что это его профессиональный долг. Руководство ведомства высоко оценило его заслуги. За проявленную отвагу он был награждён медалью «Ерлигаушен». Конечно, страх есть, он никуда не девается. Просто мысль о том, что надо спасти человека, вытесняет его, можно сказать, на время. И после того, когда всё страшное остаётся позади и люди спасены, страх, который, казалось бы, исчез, накрывает тебя волной и руки начинают дрожать. Но спасённые жизни и благодарность людей вновь придают силы и вдохновляют на новые подвиги. Пример Ерлана Жанабаева не единичен. В стране практически ежедневно совершают всё-таки подвиги. Вот и солдаты нацгвардии Шимкента смогли преодолеть свой страх и своими действиями спасли жизни десятков горожан. Субтитры создавал DimaTorzok «Патрулируя по маршруту 01-11, увидел, как в этом многоэтажном доме на четвёртом и пятом этажах полыхает огонь. Быстро сообщил об этом дежурному подчасти, который дал мне поручение срочно эвакуировать всех жителей подъезда. Я в свою очередь поручил своему патрульному Исламбеку и Сулеймену вывести людей из первых двух этажей, а сам побежал на третий. О происходящем пожаре никто из жителей не знал. К сожалению, мы не смогли пробраться на четвёртый и пятый этажи. Там полыхал сильный огонь, и туда было не пробраться. Поэтому мы дождались прибытия пожарных. А в это время отцепили объект, чтобы жители не пытались забежать в дом за своими вещами». «В нашу дверь постучали. Это оказались солдаты, которые сказали нам, что дом горит и надо быстро выходить из квартир. В подъезде действительно чувствовался сильный запах гари и дым. Поэтому мы быстро собрали вещи и выбежали на улицу. Солдаты нам помогли. Спасибо им». Ежедневно сотрудники нашей воинской части выходят патрулировать различные районы города. В их обязанности входят поддержание правопорядка и пресечение различных правонарушений. Для этого все они проходят физическую и моральную подготовку. Кроме того, их обучают алгоритмам поведения при столкновении с различного рода ситуациями. Поэтому практика показывает эффективность проводимого обучения. Героями становятся не только те, кто спасает жизни, но и те, кто помогает людям в трудные моменты. Их жизненная кредо – если не я, то кто? В их числе обычный столичный программист Ирлан Раимкулов, который со своими коллегами уже пять лет занимается доставкой продуктов для нуждающихся семей. Каждый выходной мы, получается, для семьи собираем стартнартный пакет. Это у нас сахар, мука, макароны, пшеница. Для детей сладкое. Раньше у нас пакет получался на 15 тысяч. Если мы делали такие корзины, сейчас мы уменьшили, чтобы увеличить количество семей. В среднем где-то выходит на 10, может, 9 килограммов продуктов. Например, в прошлое воскресенье было 13 семей, до этого 8 семей. У нас есть своя внутренняя группа в Телеграме, в WhatsApp, в Facebook, в Instagram. Кто услышал, тот приехал, развозит продукты. Кроме сыпучих и круп, мы дополнительно покупаем картошку, морковь, капусту и лук. Вот в основном по овощам вот эти продукты. И список сейчас уже в течение трех лет не меняется. Может быть, дополняется иногда. Но стандартно идет вот такая корзина. Получается, вот GGP-дегонное приложение у нас на Android разработано. Оно похоже на InDriver. Здесь предоставляется 5 семей. И надо выбрать по локализации, что ближе, что удобнее. Вот первая семья, сейчас мы ее выбрали, и мы ее должны принять. После так принять, у нас выходят ее данные и сотовый телефон. Можно на WhatsApp написать, либо позвонить. Но мы сейчас дозвонимся. Если семья поднимет, значит, мы выезжаем к этой семье и доставляем корзину нашу. Это все сделано для автоматизации помощи. В этой базе, в этом приложении где-то 300 семей у города Нур-Султан. Выбранные семьи проживали в общежитии в районе Юго-Восток. Поиска до указанного адреса заняла 15 минут. До 2015 года у нас не было. В мыслях, что надо как-то помогать, что есть нуждающиеся. Но произошел случай зимой. У нашего друга, знакомого, сгорел дом полностью. Крыша сгорела. И ему надо было помочь. Что мы сделали? Мы взяли банку обычную и туда начали закидывать копейки. Закидывали, закидывали. Это месяц. В течение месяца мы набрали сумму небольшую, 35 тысяч тенега где-то. Отдали ее. И на последующем, где мы собрание, где мы просто чай пили с ребятами, человек максимум 12 было, кого я знал. Ребята сказали, давайте будем скидываться на каждое воскресенье по 200 тенге, по 500. И что соберется, будем помогать нуждающимся. Ну, так как опыта не было, тогда Инстаграм, Фейсбук об этом никак не сообщалось. Я не помню, что были такие группы. Мы сказали, ну давайте начнем. Собрали деньги первые, 6200 тенге где-то. И на эти деньги поехали в анвар, купили продуктов. И теперь вопрос стоял, кому мы должны поехать, откуда найти этих нуждающихся. Поехали в мечеть. Там познакомились с имамом, Асхат имам Тамбул. И у него первую семью получили. Созвонились, они жили в Юго-Востоке. Зимой приехали, помогли этой семье. И вот этот аппетит в последующем открылся. Активных волонтеров где-то 150, так скажем, в группе сидит. Кто деньгами помогает, кто машиной может выехать, кто просто приедет, поднимет эти самые мешки продуктов, завезет, поможет. И вот эти семьи, которые уже более-менее вышли, поднялись на ноги, мы их закидываем в архив. Если вся база где-то на 300 семей, если на 300 семей, порядка 30 уже семей в архиве. Но дела волонтеров продолжаются. И, конечно же, государство, и я, как глава государства, будем оказывать всяческую поддержку вам, благородным людям, с чистыми позывами и с чистой совестью. Все вы своим ежедневным трудом, добрыми поступками подаете пример высокой гражданской ответственности и истинного патриотизма. Волонтерство – это состояние души, яркий показатель благородства, искренности культуры человека. Поначалу никто не предполагал, что год волонтера пройдет в один из самых сложных драматических периодов не только для нашей страны, но и всего мира. Однако казахстанцы подтвердили незыблемость духа нации, продемонстрировали единство и сплоченность, общность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге. Все ваши добрые дела угрепили культуру волонтерства и благотворительной деятельности. По всему Казахстану активно работают специальные фронт-офисы, которые на системной основе развивают волонтерские движения и организации, осуществляют координацию их работы. В течение года количество волонтеров достигло свыше 100 тысяч человек, людей с большими сердцами, готовыми всегда прийти на помощь. Я искренне горжусь вами.